Сегодня завершился официальный визит Касымжомарта Токаева в Поднебесную. Эта важная для страны поездка длилась три дня. Началась она 17 мая. Глава государства отправился в Китай как раз в день своего рождения. И как подарок в эти дни казахстанская делегация подписала соглашение с китайскими коллегами на 22 миллиарда долларов. Вот уже в заключительный день своего визита президент принял участие в саммите Китая и Центральная Азия. Токаев назвал девять основных приоритетов сотрудничества нашей страны, которые следует рассмотреть Китаю в плане долгосрочного партнерства. От водных и энергетических ресурсов до безопасности и цифровизации. Отдельно президент коснулся вопросов энергетики и нефтегазового сектора. Перечень вопросов, которые стоит рассмотреть, серьезно отметил Токаев. Вот эти все перечисленные факторы. Мураджа Киев поделится подробностями. Еще одним знаковым событием официального визита президента Казахстана в Поднебесную стало открытие генконсульства в Сиане. Теперь на карте Китая появилось новое дипломатическое представительство, в которое могут обратиться казахстанцы. В консульский округ вошли четыре провинции, автономный район и крупный город с общей численностью населения почти 250 миллионов человек. Для продвижения экономических интересов Казахстана в здании консульства будет находиться также представительство нацкомпании нашей страны. Мы провели весьма содержательные переговоры с председателем Си Цзиньпином. Были подписаны совместные заявления и другие важные документы. Можно с уверенностью заявить, что этот визит открыл новое золотое 30-летие казахстанско-китайского сотрудничества. Программа заграничного визита президента в Поднебесную стала насыщенной по содержанию и яркой на событии. Саммит Китая-Центральная Азия стал одним из таких мероприятий, в котором в сфере часы и определить пути дальнейшего сотрудничества собрались лидеры стран-пятерки Центрально-Азиатского региона. В Пекине назвали встречу крайне важной вехой в начале новой эры сотрудничества КНР со странами региона. Причем геолокацию саммита Китай выбрал не случайно. Именно здесь, в древнем городе Сиане, началась новая эпоха взаимоотношений стран Центральной Азии и Поднебесной. Впервые с момента установления дипломатических отношений Китай проводит саммит в очном формате. Издревле провинция Шэнси считается вратами цивилизаций и пограничных эпох. Это центральная часть Поднебесной, промышленный регион, духовная колыбель китайской культуры и истории. Именно здесь, в Сиане, зародился великий шелковый путь. Отправная точка древнего пути в современное время стала началом новой эпохи в истории развития отношений стран Центральной Азии и Китая. Этот город олицетворяет не только богатейшее историко-культурное наследие, но и является ярким отражением мощи современного Китая. В этом ключе полномасштабное взаимодействие с Китаем, одним из крупнейших инвесторов и ведущей экономикой мира, является для Казахстана долгосрочным фактором устойчивого прогресса. Встреча началась в Сиане с церемонии приветствия лидеров стран Центрально-Азиатского региона. Торжественные мероприятия по этому случаю прошли в парке династии Тан. Здесь в шаговой доступности находится императорский сад времен правления этой династии. Красочные театральные представления стали изюминкой перестоящего события. На сцене перед многочисленными поклонниками выступил любимец миллионов Дюмаш Кудайберген. К слову, Поднебесная любит казахстанского певца за его уникальный голос. В этот раз популярный артист исполнил песню на китайском языке. Саммит в Сиане стал возможностью для глав Центрально-Азиатского региона обсудить вопросы, которые сейчас стоят наиболее острые в регионе. Из 40 миллиардов долларов китайских инвестиций в Центральную Азию половина приходится на Казахстан. Наша страна привлекает Поднебесную транспортно-логистическими возможностями. В свою очередь, Китай предстоящий саммит расценивает как возможность укрепить экономический и торговый потенциал со странами региона. За годы независимости мы привлекли более 350 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций. При этом более 23 миллиардов долларов инвестиций привлечены из Китая. Мы благодарны китайскому правительству и готовы к дальнейшему активному сотрудничеству с Китаем в инвестиционной сфере. Объем казахско-китайской торговли достиг 31 миллиарда долларов. И мы с председателем СИ договорились увеличить ее до 40 миллиардов долларов. Поднебесная, как и ожидалось, оказалась щедра на подарки. Китайские СМИ сообщают, что по итогам саммита КНР предоставит чуть больше 26 миллиардов юаней странам Центральной Азии. Или чуть больше 3,7 миллиардов долларов. Эти деньги пойдут в регион в качестве поддержки и безвозмездной помощи, целью сократить бедность с помощью науки и технологии. Что касается средств, которые получит Казахстан, в качестве такой помощи власти КНР не уточнили. Муран Жакеев, Виктор Джигерис, Атомикен Бизнес.